Всем привет! Меня зовут Люда, я очень рада видеть вас на моем канале, и как давно у нас с вами не было фаворитов, и я собрала очень классные продукты, их будет аж целых 10, поэтому не буду долго затягивать вступление, приступим сразу к самому интересному. Прежде хочу сережечки свои поправить, потому что они у меня уж очень красивые, это все те же Lillian Roses, обязательно заходите на их инстаграм, там потрясающая коллекция и кисточек, и вот таких вот стразиков, как у меня, это вот такая длинная штучка, она как бы из багетиков, и вот эта капля сваровски, она полупрозрачная, просто потрясающая, но смотрится круто, конечно, потрясающе, так что бегом в инстаграм. Первое, о чем бы я вам хотела рассказать, это о супер летних новинках, это вот такие вот банановые кремики от Body Shop, это йогурт, и это масло для тела, Body Shop знаменит своими маслами для тела, я уже рассказывала, все привыкли называть их бодибаттерами, это крем для тела, он очень хорошего качества, очень хорошо высыхает, но они еще сделали и йогурты для тела, и про них я тоже уже рассказывала, в инстаграме рассказывала, но эти банановые, это отвал башки, они офигенно пахнут, все, что пахнет бананом, пахнет очень круто, я с собой обязательно возьму это в Грецию, йогурт нереально быстро высыхает, за 2 минуты, очень круто увлажняет, Body Shop говорит о том, что он увлажняет 48 часов, я за 48 часов успеваю все-таки сходить в душ, и поэтому не проверяла, но в течение дня кожа реально увлажненная, и Господь милосердный, как же он круто пахнет бананом, и даже чуть-чуть нотки кокоса есть, это прям мой аромат. Следующая, это тоже летняя такая штука, мне на Faberlic подарили такой целый набор летних продуктов для загара, там даже таблетки есть, витаминки для подготовки организма к загару, и про что я вам хотела отдельно рассказать, это вот такое масло, масло-спрей для загара. Не обращайте внимания, что он у меня немножко потасканный, он со мной уже на пляже нередко, вообще по сути всегда, потому что я хочу хорошенько загореть перед свадьбой. Тут SPF 6, и я понимаю, что 6 это не очень высокая защита, но у нас подмосковное солнце не сильно яркое, и очень классно с ним загорает тело. Во-первых, это не липкое масло, во-вторых, оно очень легкое, и в-третьих, действительно, загар просто прилипает. Первый раз, когда я пошла на пляж загорать с этим маслом, называется Лето, у них целая линейка таких вот для загара штуковин, я обалдела просто. У меня такие отпечатки остались от купальника, я думаю, господи, как здорово, наконец-таки я смогу получить очень хороший загар даже на нашем подмосковном курорте. Поэтому, если вы даже куда-то едете, не едете, неважно, присмотритесь к вот этому средству масло-спрей для загара. Он вас не защитит от солнца, но загар сделает классным, обещаю. Едем дальше, если вы в инстаграм на меня подписаны, наверное, помните мои сторис, где я очень запутанные волосы расчесывала вот этой расческой. Это новый Tangle Teaser, но для мокрых волос. Как они заявляют, это безупречная расческа, чтобы расчесаться после душа, либо в душе, либо наносить маску на волосы на мокрые, кондиционер и так далее. Как именно я использую этот Tangle Teaser, и мне кажется, для меня он теперь незаменимый. Во-первых, мне удобно, что здесь есть ручка, все-таки вот этот маленький Tangle Teaser, который был в лапке, он, ну, он все-таки такой походный вариант. Если есть ручка, это настоящая расческа. Так вот, как я использую Tangle Teaser? Когда я принимаю душ, я использую шампунь, далее я использую кондиционер, и потом, как вы знаете, если у вас длинные волосы, после кондиционера очень, как бы, надо все-таки руками, пальцами волосы расчесывать. И в руках у меня лично остается большое количество волос. Я всегда расчесываюсь теперь именно Tangle Teaser для мокрых волос. Во-первых, что? Во-первых, я обезопасила свой слив в душе от моих волос, потому что я не могу найти какую-то защитную штуку, у меня очень большая вот такая вот сетка, потому что душ мне выстраивали строители, и все волосы остаются на расческе, это очень круто. И второе, волосы действительно очень гладкие, очень ровные, и после волосы действительно крутые, они очень легко сушатся полотенцем, феном, очень легко расчесываются, поэтому для меня это находка, если у вас длинные волосы или курчавые волосы, то есть душа для вас это тоже будет как находка, это Tangle Teaser, присмотритесь, для меня это супер крутая штука, она теперь всегда у меня в душе. Я как холодную, как сухую расческу ее практически никогда не использую, ну всегда в душе лежит, так и прижилась она у меня там. Еще немножко про водные процедуры. Мне полюбился безумно вот такой скраб от компании Batavicus. Это не очень, как насколько я поняла, сейчас популярная фирма, мне абсолютно внезапно пришел такой набор, что-то там мне понравилось, что-то нет, но вот этот скраб, это просто чудо из чудес. Это измельченная скорлупа грецкого ореха, ну и добавление, конечно, всяких ароматов, лимонграссов, витамин, витамины СЕФ, маслоорганы, ши, ну много всего, это такая органическая история. Если вы меня знаете, я в скрабы не верю вообще, ни для лица, ни для тела. Я считаю, что скраб должен скрабировать, а не просто чуть-чуть изображать, что у него есть какой-то пилинг. Так вот, вот этот скраб действительно все функции скраба исполняет. То есть он, вот эта измельченная скорлупа грецкого ореха, не чешет лицо, а действительно очень нежно отшелушивает. Прям черные точки улетучиваются на ура, и его нереально огромное количество. Он безумно вкусно пахнет лимонграссом, и он действенный. Его также можно применять на тело, но, как мне кажется, такое шикарное средство на тело просто жалко. Попробуйте, если у вас, особенно после лета, после отпусков сейчас пойдет вот эта история, что надо немножечко отшелушить, какую-то шелуху убрать, верхний слой. Я буду пользоваться этим скрабом абсолютно точно, и я вот такой анти-скрабный, можно так сказать, человек. Действительно полюбила вот этот скраб от Ботавикас. Еще хочу вам рассказать про вот такую вот пенку, очищающая пенка от Виши. Про Виши у меня будет отдельный ролик, я хочу снять о том, что в Виши мне больше всего нравится, о том, что можно купить в Виши, если вы не ознакомы с этой маркой. И, как мне кажется, это будет полезное видео. Лично для меня, когда я совсем с маркой не знакома, либо пользовалась там чем-то одним, в данном случае декоративной только косметикой, мне бы было полезно это видео. Но это в будущем. Следите за обновлениями. Нажимайте на колокольчик, кстати, чтобы получать оповещение, что у меня вышло новое видео. Ну так вот, про пенку. Видите, я уже ее практически половину использовала. Называется она Purité Thermale. Если я правильно выражаюсь на французский манер, естественно, это вряд ли правильно. Утром я всегда умываю свое лицо, вне зависимости от того, в каком состоянии я просыпаюсь, тороплюсь я, ленюсь я, на отходниках я не важно, я всегда умываю свое лицо. Это как The Must, так же, как я могу в совершенно безноздательном состоянии прийти домой, но я умоюсь и всегда с мою косметику. Что я вам советую? Это средство, которое вылазит из наконечника сразу уже пенкой. Мне нужно два нажатия, я распределяю по всему лицу. Лицо очень нежное, безумно вкусно пахнет, очень приятно, такая какая-то мини-спа-процедура. И плюсом оно еще снимает макияж, и оно снимает макияж действительно хорошо, потому что после на ватном диске, если ты протрешь лицо, то совсем не видно никакого тонального крема, как бывает с некоторыми очищающими средствами. Поэтому я вам эту пеночку советую, вот действительно советую, для меня она номер один сейчас, и утром я всегда ее умываюсь. Походу видео получится длинным, но это не важно, потому что продукты у меня сегодня действительно очень классные. Так и следующая помада, это просто любовь, любовь, я не знаю всей моей жизни или нет, то, что у меня сейчас находится на губах. Это Rouge Dior Liquid в оттенке Lively Matte. Это матовая такая помада, у нее очень интересный наконечник с таким углублением, что дает больше оттенка, никакой карандаш не нужен, на губах она очень приятная, держится действительно очень долго, она не сковывает, не сушит губы. В общем, это идеальная, мне кажется, матовая помада, ее очень много, и вот смотрите, какой красивый цвет. Мне кажется, цвет действительно, ну, по крайней мере, мне идет, и мне кажется, что это такая улучшенная версия цвета Please Me от MAC, потому что Please Me все-таки более чуть-чуть в такой барби розовый, а этот более в цвет такой увядшей розы. Неплохой оттенок и для брюнеток, и для блондинок, и Dior. Ну, как можно вот за такую вот, вот за такую штучку его не любить? Ну, это же просто вот, ну, просто любовь. Положил себе в сумочку еще, чувствуешь себя уже как-то чуть, я не знаю, более женский, что ли, как-то более элитный. Хоть так я себя элитой почувствую. Также за последнее время мне приглянулась вот такая вот новинка от Гринье, это мицеллярный очищающий гель. Мицеллярка именно вот этого формата мне очень понравилась, в принципе, никаких к ней нареканий нету, нормальная, хорошая, рабочая такая мицеллярная вода, и сейчас они сделали мицеллярный, господи, гель. Как я им пользуюсь? Я им снимаю макияж с глаз. Я в основном пользовалась рукавичкой The Glove, теперь пользуюсь вот этим гелем. Просто одно нажатие, немножко воды и тру глазки. Никаких инородных ощущений у меня нету, хотя у меня глаза с линзами и очень чувствительные, и очень быстро смываются водой, и никакого макияжа не остается. Чем не приглянулся гель? Тем, что, ну, вот эти вот споры, смывать мицеллярную воду или нет, в принципе, естественно, смывать, только если вы, там, не знаю, в поезде и не получится у вас смыть, хотя там, в принципе, тоже вода есть. Ну да ладно, если только какие-то экстренные ситуации, можно не смывать, ничего страшного из-за одного, два, три раза не получится, а на ежедневной основе, конечно, лучше смывать. Так вот, гель мицеллярный ты все равно будешь смывать, поэтому тут даже вопроса не стоит, смывать или не смывать, гель все равно на лице ты не оставишь. Поэтому мне он и понравился, и на самом деле понравился он мне, потому что он убирает тушь, даже водостойкую тушь, просто за секунды. Очень клевое средство. Дальше хочу вам рассказать про очень бюджетное средство. Кстати, только поняла, что здесь написано цвет вашего настроения, а тушь синяя. Так что цвет настроения синий, он как бы везде. А тушь, кстати, у меня очень давно. Это тушь Reloie, белорусская косметика, Reloie Gold, тушь для ресниц синего оттенка. Очень удобная кисточка, она резиновая, я, в принципе, резиновая не очень люблю, но если я хочу добавить цвета поверх своих черных ресниц, тогда эта кисточка идеальная. Я люблю добавлять вот этот синий оттенок на кончики. Особенно, если у меня только чуть-чуть подведены глаза, там теней особенных нету, просто ресницы. И тогда капельку добавляешь синего на кончики, и уже глаза иначе играют. Поэтому, если вам хочется только поиграться, можно попробовать что-то из Reloie. Переплачивать за Ивсен Лоран дорогущие туши, ну, я смысла в этом не вижу, хотя они очень знамениты своими цветными тушами. Мне очень даже подошло Reloie, и этим летом я частенько грешу вот такими вот красивыми синими ресничками. Еще одно средство от Faberlic будет в этом выпуске, потому что не могу я про него не рассказать, потому что сейчас после лета вы все вернетесь с отпусков, вам не захочется пользоваться тональным средством, и эта пудра для вас сможет стать находкой. Как она стала для меня? Мне ее презентовали вместе со средствами для солнца, и, не знаю, мне кажется, просто кто-то ее туда хинул, даже не подумал. Как-то она потому что не сочетается, и в ней нет ни SPF, ничего. Но она очень классно выравнивает, матирует кожу, и я не пользуюсь тональным кремом, только пользуюсь ей. Утром я наношу ее большой пушистой кисточкой, в течение дня я ее поправляю вот в этой вот такой маленькой пуховочкой. Я не особо любитель вот этих пуховочек, потому что они как-то растягивают пудру. С этой пудрой все в порядке. На лице сразу, моментально, она чуть ложится таким белесо-серым оттенком, моментально как бы тает, распределяется, и никаких вот каких-то подтеков, растеков, чего-то там пятнами, никак пудра не ложится. Просто она создает такой идеальный тон. Вообще всего два оттенка. У меня золотисто-бежевый, есть еще серее, наверное, на кожу, которая чуть светлее, чем моя. Мне действительно понравилась эта пудра. Я вообще обалдела, если честно, от того эффекта, который она дает. Абсолютно искренне. Никто мне за рекламу не платил. Это действительно те средства, которыми я пользуюсь. Ну, вы можете посмотреть, что это средство действительно используется мной каждый день, потому что оно совершенно не новое, не выглядит как новое. И тот факт, что это достаточно бюджетная пудра, делает ее тоже еще лучше, чем она есть на самом деле. Ну и последний красавчик, это прям действительно моя такая любовь-прелюбовь. Это вот такие вот духи, такой парфюм от Miss Dior, который называется Blooming Bouquet. Но вы спросите, почему это в фаворитах обычный парфюм-де-парфюм. Ну, кстати, он как парфюм очень приятный. Мне очень нравится этот аромат. Со мной он сливается. У меня ощущение даже иногда, что я ношу не духи. Я просто слышу аромат своего тела. Ну, видимо, мне хочется верить, что аромат моего тела это Blooming Bouquet от Miss Dior. Самая фишка этого аромата то, что это роллер-парфюм. То есть, помните, у нас в детстве, если вам в районе 30 лет, в детстве у вас были такие блески для губ. Там дыня, кока-колы не было. Там дыня, арбуз. Они абсолютно были бесцветные, но они были вот с таким вот роллером. Собственно, это роллер духи. Вы кладете его в сумку и вот так вот поправляете. Очень классно получается на лето, что вы не сильно себя перегружаете ароматом, но в то же время аромат на вас есть. Нереально крутая штука! Я прям в восторге! И мне очень нравится, как он выглядит. Баночка такая аккуратненькая, очень миленькая. И когда ты так изящно достаешь ее из сумочки, то это выглядит, конечно, очень дорого и очень по-женски. Я сегодня прямо без запинки рассказала вам про все 10 продуктов. Мне было очень легко, видимо, потому что я действительно очень скучала по рассказам про мои фавориты, про какие-то интересности. Если у вас есть что-то интересное, если есть какой-то вопрос относительно тех продуктов, которые я вам сегодня показала, пишите ниже в комментариях. Ставьте лайк этому видео, подбодрите меня, что вы меня ждали. Ну а я тем самым отправляюсь на съемки следующих видео. И остаемся обязательно на связи. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok